приветствую всех кто заглянул ко мне на огонек сидней добро пожаловать я очень рада что вы со мной сегодня я буду делать расклад по вашим просьбам и расклад на тему будет ли повторный брак в течение ближайших двух лет по традиции разложу 8 вариантов в каждом варианте будет две карты 1 расскажет нам о том что происходит у вас в личной жизни на данном этапе времени и 2 укажет нам на то будет ли второй брак в течение ближайших двух лет ваша задача расслабиться и почувствовать ту карту которая вас тянет до которой лежит ваша душа безусловно если вы хотите вы можете выбрать свой вариант по цифре от 1 до 8 ну что же давайте смотреть для тех кто выбрал вариант номер один номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 номер 6 номер 6 7 вариант и 8 определяетесь с вашим выбором если нужно ставьте видео на паузу а я буду начинать для всех кто выбрал вариант номер один что на данном этапе происходит в вашей жизни смотрите как по девятке жезлов могут находиться рядом люди которые пытаются заманить в какие-то отношения до рассказывает все очень сладко но вы очень осторожно себя ведете потому как возможно был опыт предыдущих каких-то отношений когда набили свои шишки да и уже очень осторожно смотрите в сторону любых предложений плане будет ли брак вы знаете нет по старшему аркану по отшельнику брака не будет в данном случае здесь вы концентрируетесь больше на себе на своем духовном развитии может проиграться для практиков то есть для людей которые стали на путь духовного развития начали изучать возможно эзотерику возможно карты таро возможно медитируют возможные рейки возможно что угодно здесь да но идет духовное развитие то есть весь фокус у вас направлен на себя любимую либо на себя любимого то есть здесь брака в течение ближайших двух лет нет но есть духовный рост духовное развитие приобретение жизненного опыта мудрости в общем-то карты очень хорошие хорошо давайте смотреть для всех кто выбрал второй вариант что происходит на данном этапе вашей личной жизни смотрите как по колесу фортуны это старшая арка он говорит о том что безусловно удача и фортуна вам улыбнулась возможно на данном этапе вы проходите какие-то кармические уроки у вас могут быть кармические отношения то есть партнер который находится с вами рядом сейчас скорее всего и является вашим кармическим партнером если вы его еще не встретили значит он на подходе что здесь единственное может быть что вот видите колесо вы можете проходить одни и те же уроки несколько раз да то есть пока не отработали свою карму с этим человеком вам придется вот все время проживать подобные ситуации да еще может быть такой вариант что ваши отношения идут по определенному сценарию который повторяется из раза в раз смотрите по шестерке пентаклей брака здесь нет но будут отношения в которые будете вы вкладываться и отношения в которое будет вкладываться партнер тоже но здесь нужно быть очень осторожным в том плане что чем-то приходится жертвовать ради этих отношений смотрите чтобы цена этой жертвы не была для вас слишком высокая но в принципе отношения неплохие отношения в которых и дают и берут хорошо давайте смотри для тех кто выбрал вариант номер три что у вас на данном этапе у вас здесь король кубков однозначно есть партнер мужчина водного знака чаще всего проигрывается как рак рыбы либо скорпион мужчина очень чувственные романтичные чаще всего по этой карте проходят гуманитарии креативные личности да то есть человек может и либо работать либо у него может быть увлечение хобби в литературе в искусстве в музыке в поэзии очень хорошие психологи по этой карте проходят эзотерики проходят по этой карте мужчины которые скажем так любят домашний уют комфорт мужчина который понимает свои чувства и не боится их выразить и может сделать это правильно и красиво да то есть однозначно здесь отношения есть будет ли брака вы знаете по пятерки пентаклей вы входите здесь в состояние кризиса давайте я уточню выйдете вы с этого кризиса в сторону построения отношений дальнейших или в сторону разрыва потому как по пятерки пентаклей может проиграться тот вариант что вы вдвоем справляетесь какими-то сложностями и трудностями и это сложностями сплотит вас вдвоем да может проиграться вариант что вы скажете нет все очень сложно да не хочу я этого больше хорошо давайте посмотрим как это проиграется для вас будет ли здесь брак знаете да здесь будет брак вот эти сложности которые у вас идут на данном этапе времени либо которые будут в ближайшее время они вас сплотят вы пройдете через эти трудности вместе и по любовникам безусловно будете вдвоем на дне колоды находится еще четверка жезлов это карта семьи да то есть здесь вероятность брака очень высока как минимум это до факта отношения когда вы живете вместе как максимум это может быть официальный брак так что поздравляю троечки справитесь вы со всеми своими трудностями здесь хорошо давайте смотреть четвертый вариант что на данном этапе у вас происходит старший аркан смерти указывает мне на то что у вас происходят кардинальные перемены в вашей жизни и по данным картам здесь может проиграться больше тот вариант что вы хотите расстаться с человеком с которым у вас отношения до выйти из каких-то отношений потому что отношения стали носить такой уже знаете как характер когда кто-то из партнеров может ощущать себя в роли жертвы в этих отношениях нет чуткости нет понимания да может быть грубость может быть насилие может быть насилие не физическое может быть насилие аморальное здесь в данном случае вы знаете больше идет тот вариант что хотите выйти из этих отношений хотите перемен потому как по пятерке мечей вы знаете как здесь у меня бывает проигрывается что партнеры вот просто мстит начинают мстить из-за каких-то вещей из-за чего-то что не понравилось и здесь может сказать о вас нехорошие вещи может быть какая-то клевета может выставить вас не в очень хорошем свете перед друзьями знакомыми и родными и так далее то есть по этим картам проходит тот вариант что нет не хочу этих отношений я хочу выйти поэтому здесь речь о браке не идет здесь больше желания выйти из тех отношений которые у вас есть хорошо давайте смотреть для тех кто выбрал пятый вариант что происходит в вашей жизни на данном этапе времени смотрите по дураку либо по шуту старший аркан отношения легкого характера то есть вы безусловно здесь не отшельник да вы присматриваетесь у вас могут быть отношения очень легкие очень игривые может быть так и этот вроде неплохой этот неплохой да для мужчин однозначно проигрывается также что они выбирают если смотрят не мужчины да то есть когда вы не определились и своим выбором да вы рассматриваете различные варианты в плане брака вы нет здесь больше идет сексуальное притяжение страсть отношения легкие без обязательств но страстные игривые интересные но ни к чему не обязывающие хорошо давайте смотреть шестой вариант что у вас на данном этапе двойка мечей и двойка пентаклей смотрите как на самом деле вы закрываетесь от отношений почему потому что входите в какое-то состояние когда нет особо сильного доверия до хочется побыть собой наедине чтобы осознать и понять что же вы чувствуете чего вы на хотите на самом деле безусловно по этим картам может проходить выбор между двумя партнерами и вы еще не можете определиться до этого выбивает вас из колеи в какой-то степени потому что вроде этот неплохой этот неплохой либо и это вроде ничего это вроде ничего но вот какую выбрать да или кого выбрать здесь очень сложно не можете решить сокрываетесь не хотите принимать это решение безусловно здесь могут проходить и легкие игривые отношения без каких-то обязательств до легкий флирт но скорее всего вы выбираете между двумя возможностями и брака по этим картам нет потому как вы еще не определились вы не знаете чего конкретно вы хотите да с кем вы хотите строить эти долгосрочные отношения то есть это применимо как мужчинам так и женщин хорошо давайте смотреть седьмой вариант что происходит на данном этапе времени вашей жизни старший аркан повешенный который мне говорит о том что вы поставили все на паузу по большому счету ничего не происходит то есть могут быть отношения которое вы решили поставить на паузу и ждете заняли выжидательную позицию до может быть вариант что у вас вообще никого нет и вот таким надо подождать посмотреть что же будет дальше по королеве мечей здесь не проходит брак то есть перспективы брака в ближайшие два года здесь нет хорошо давайте смотреть почему же что же здесь у вас такое смотрите как ждете любви хотите чувственности хотите наполнения и не хотите здесь выступать в роли любовницы то есть здесь желание законных отношений проигрывается поэтому все на данном этапе поставлена на паузу хорошо давайте смотрели те кто выбрал восьмой вариант что на данном этапе вашей жизни прекрасная карта старший аркан солнца он говорит о том что вы либо сами яркая личность до необычная либо у вас в жизни яркие необычные отношения когда много радости счастья наполнения и в плане будет ли брак по тазу мечей брак не проходит здесь больше желания конечно расставить все точки над и определиться со статусом отношений но отношения как таковые здесь не проходит в плане брака официального нет все таки да дожмете вы своего человека на брак до выпадает старший аркан ярофант и скажем так вы здесь поставите либо так либо так да то есть как ультиматум через возможно какой-то конфликт очищающий добьетесь того чего хотите по этой карте по старшему аркану пятому ярофан то действительно пройдет здесь брак может быть даже и рождение детей так что да здесь вероятность брака есть либо в браке могут быть дети ну что ж я благодарю вас за просмотр пожалуйста пишите мне как проигрывается либо они проигрывается для вас этот расклад очень рада за то что вы были сегодня со мной свидания до новых встреч